Добрый день, меня зовут Дмитрий Эйлерс, сегодня 23 июня и это аналитика для клиентов брокерской компании Амаркетс. По традиции начнем с пары евро-доллар. Евро-доллар сейчас достиг ключевого уровня 1.12762 и достаточно сильно отскочил он от него и сейчас происходит определенная проторговка, но все-таки он стремится его пробить, пока движение продолжится. После пробоя уровня потенциал движения его будет 1.13190. Доллар-франк также достиг своего ключевого уровня 0.94745. Сейчас есть попытка его пробить, если это все очень сильно сформирует импульс, то можно будет его продавать. Фунт-доллар также достиг своего ключевого уровня 1.24912, но пока происходит под ним определенная проторговка. Сигналов на продажу пока нет, то есть о развороте пока речи не идет. Если все-таки уровень этот фунт сегодня пробьет, то его максимальный потенциал движения на сегодня именно это будет уровень 1.25876. Если сформирует какое-то хорошее движение вниз, опять же импульс, то можно будет его на откате посмотреть в продаже. Канадский доллар достиг ключевого уровня разворотного 1.35111. Достаточно сильно его откупили от этого уровня и сейчас, к сожалению, происходит определенная флетовая ситуация. Верхняя граница флета это 1.35521, нижняя граница это 1.35111. Продажи или покупки здесь рассматривать стоит только в случае пробития этих уровней. Сейчас пока никаких сигналов, к сожалению, нет, но и не особо интересно во флете торговать. Австралийский доллар достиг ключевого уровня 0.69325. От него достаточно сильный был отскок. Сейчас, опять же, он к нему возвращается и нужно будет в течение дня посмотреть. Особо сигналов на продажу нет и на покупку, естественно, будут они только в случае пробития уровня 0.69325. Тогда начнется новый цикл, можно будет посчитать его потенциал. Если же все-таки сегодня ситуация разрешится и из флета определенного накопления Австралийс выйдет, то можно будет рассмотреть уже и понять, куда он дальше пойдет. У Новозеландии, собственно говоря, та же самая ситуация. Уровень 0.64845 был ключевым. Ложно его новозеландец пробил и достаточно сильно начали продавать, отскочил от этого уровня. Но сейчас опять к нему подходит. Если все-таки уровень этот сегодня он пробьет, у него есть еще один потенциально интересный уровень покупок. Это уровень 0.65177. Но вот эта ситуация с этим огромным импульсом, к сожалению, все расчеты портит, потому что сама конструкция по сути уже сломана. И от этого уровня очень вероятно может произойти именно продажи. Сейчас пока нужно ждать, как себя поведет новозеландец, куда он покажет свой новый цикл, новое движение будет. И тогда можно будет уже точнее рассчитать его потенциалы и, собственно говоря, вообще понять, продавать его или покупать. У иены возник в азиатскую сессию достаточно сильное движение вверх и сейчас происходит определенный откат. Откат может произойти к уровню 0.107.012. И отсюда дальше могут продолжиться покупки. Покупки с потенциалом к уровню 0.107.451. Но учитывая АТР самой иены, возможно, сегодня до этого уровня она и не доберется. Скорее всего, возможно, это будет уже завтра. Поэтому сегодня ближе, наверное, к американской сессии стоит рассмотреть покупки от уровня 0.107.012. И до завтра можно иену подержать, если ночью у вас не возникает каких-то расширений спреда и так далее. Смотрите, в зависимости от вашего счета. Золото. Золото находится сейчас во флэке. Достигло оно ключевого уровня 1758.47. И сейчас есть ключевой уровень нижний, это 1748.78. Если этот уровень золота пробьет, то начнутся продажи. То есть, это, по сути, такое накопление для разворота глобального тренда. Если отсюда золото отскочит и пробьет уровень 1758.47, потенциал максимальный именно только на сегодня движение это 1774.29. 79, в смысле. Здесь закончится цикл покупок по золоту. И нужно будет рассматривать уже другое движение. Но пока ждем достижения потенциала, либо разворота локального тренда. Нефть достигла ключевого уровня 42.96. Уровень достаточно сильный. И, естественно, что здесь происходит определенный флэт, накопление. Уровень все равно не может нефть пробить. Происходят отскоки. И сейчас, по сути, сегодня нужно будет только исключительно наблюдать. Потому что пока сигналов нет ни на продажу, ни на покупку. Но тут логично, я думаю, если будет пробит уровень 42.96. Причем пробит будет достаточно сильным каким-то интересным движением. Можно будет на откате посмотреть покупки. Если отсюда отскочит цена, то можно рассматривать смело продажи. Отскок должен быть тоже интересный. Хотя бы, как минимум, в треть АТР. И тогда можно будет на откате смотреть продажи. Индекс S&P 500. Сейчас проторговывает уровень 3.110.1. Произошел в начале сессии ложный пробой. Но достаточно сильно откупили. Отскочил от этого уровня. Сейчас, по сути, флэт на нем же происходит. И пока нет никаких сигналов ни на покупку, ни на продажу. Как только сигналы появятся, опять же, эти сигналы будут выглядеть в виде достаточно сильных движений. Либо это сформируется движение вверх от уровня 3.110.1. И тогда на откате можно будет посмотреть продажи. Либо это будет достаточно сильное движение вниз на пробой уровня 3.110.1. Тогда, может быть, на откате рассматривать продажи. Точку входа на продажи искать. Ну а на сегодня это все. Подписывайтесь на канал брокерской компании Amarkets. Подписывайтесь на мой канал. Записывайтесь на мой курс по моей авторской торговой стратегии Forex Impulse. Начало следующих занятий 26 июня. Все ссылки в описании. Всего доброго и удачи в торговле. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok